всем привет давайте продолжим изучать опять нашу программу и сегодня расскажу вам еще об одной фишке как сделать панно быстро для чпу конечно сомнительный вариант но в принципе выглядит хорошо как его будет принимать станок я не знаю лучше может быть работать в арт каме это решать каждому для себя лично давайте разберем этот вопрос только здесь присутствует фотошоп конечно можно сделать и без фотошопа если подходит картинка ну расскажу как и как фотошопе чуть-чуть поработать над картинкой и как загрузить и разберем восьмую седьмую модели the brush поехали вот мы открыли фотошоп давайте загрузим нашу картинку жмем файл открыть находим нашу картинку где она находится и загружаем ее программу вот так сделаем вот наша картинка загрузилась давайте отключим блокировку нашего нашей картинки и сделаем копию нажмем правая кнопка и нажмем создать дубликат слоя жмем слой 0 копия все вот он появился дальше нажимаем цветовой тон уменьшаем насыщенность переключаемся на нашу исходную на слой вот на этот на копию и давайте изображение нажмем зайдем в коррекцию нажмем так что у нас инверсия вот нажимаем инверсию вот такое у нас дело получилось затем заходим в осветление вот это осветление основы ставим это вот находится вот здесь жмем осветление основы опять же все у нас стоит на слое это вот здесь вот клавиша затем что мы делаем заходим так заходим фильтр и находим вот размытие по гауссу вот нажимаем размытие по гауссу и вот так вот ползунком реагируем регулируем наш тон сколько пикселей вот это где-то можно вот так вот поставить ну давайте их побольше поставим так жмем окей затем заходим в уровни вот так вот и вот так вот регулируем наши уровни нужно еще вот тут осветлить вот так это осветляется а это притеняется вот вы видите так что мы делаем так вот это и оставляем и все вроде бы готово так это уровне 1 все давайте теперь сохраним все это так вот это все мы теперь сохраним сохранить как вот сохраняем фотошоп псд название можно изменить там допустим жмем сохранить сохраняем на рабочий стол и теперь давайте экспортируем вот этот вот эту нашу картинку в зебраше открываем альфа и импорт мем на импорт теперь находим нашу картинку уже подготовленную так вот она вот значок открываем открываем альфу и теперь самое интересное что будем делать жмем brush и жмем to mesh вот наша альфа перешла в tool вот она и вот так мы вытягиваем вот прикольная картинка такая получилась давайте edit нажмем но она вот сбоку вы видите как выглядит слишком толстая давайте ее теперь нажмем нужно нажать геометри есть у нас здесь size нижний вот это вот удлиняет уменьшает вот мы можем ее так вот отрегулировать вот такое панно у нас получилось не знаю как чпу что сможет с ней сделать насколько давайте еще посмотрим деформация как выглядит попробуем вот так чуть-чуть так это вот здесь вот size можно подкорректировать вот так можно чуть вытянуть кстати вот вытянутая уже вроде смотрится более так приятно вот такая вот выходит у нас картинка и в принципе вы сами можете потом поэкспериментировать баллон можно чуть-чуть объему придать сейчас вот он ее прогонит можно еще что с этим сделать давайте draft size нажмем и вот можно немножко ее вот так вот выглядеть правильно это неправильно я не знаю примет ее вот эту картинку чпу станок как она будет выглядеть я с чпу не работал никогда в принципе как рельеф мне очень нравится если делать это из гипса допустим или еще и из других материалов в принципе очень будет смотреться с оттенками как можно еще над ней поиздеваться поработать вот допустим давайте уменьшим draft size и вот так вот нашу ящерицу выделим вот так вот вот так вот вот так вот еще прибавим контур вот так вот чуть-чуть обведем так все хватит давайте теперь инвертируем и что можно сделать вот с этой ящерицей можно опять в деформации находим сайс по игреку вот так она работает посмотрим как по иксу вот по иксу и давайте z включим вот так теперь будет лучше вот вы видите что ящерица стала намного больше и так но и то же самое можно проделать допустим с листьями с деревьями и более-менее увеличить перевести рельеф барельеф вот так вот пробуйте надеюсь вам это пригодится также обрезать ее нужно здесь смотрите прошлые видео там есть как убирать часть фона давайте теперь расскажу как это все действует вот давайте можно также экспортировать в общ формате также можно поменять вот так вот сделать поиграть со светом в принципе можно опять же в кейшот сделать рендер вот так вот в принципе должна она выглядеть на чпу если ну приблизительно опять же вид внешне ну можно поработать давайте расскажу тебе за седьмую модель как это будет там выглядеть вот мы в седьмой модели the brush давайте я покажу как здесь это работает штука давайте опять импортируем вот она у нас есть вот опять же высвечивается альфа но здесь уже работает все по-другому в восьмой модели уже в браше это есть здесь этого нету вот можете не искать все здесь в альфе вот она make 3d здесь нужно выставить настройки нажать make 3d и она точно так же будет но качество у нее будет ну не самым образом лучше поэтому когда это видео смотрел в интернете вот об этом я работал во второй модели потом установил седьмую скачал и вот чисто из-за этой фишки здесь она не получилось и и мне пришлось устанавливать восьмую модель чтобы вот просто вот эту штуку можно было делать но лучше вот эту все делает artcam тоже посмотрите эту программу очень советую классная так ну до конца не буду показывать просто здесь очень долго загрузка всего этого дела вот запоминайте make 3d вот вы полоски устанавливаете дебилизм этот выключаете и вот это вот регулируете чем больше тем качество лучше и жмете make 3d так ну в принципе вот по этой теме и все что хотелось показать все всем пока до свидания в следующей серии